Ребенок упал на спину с высоты. Что делать? Если конечности не сломаны, он просто лежит, значит ему трудно дышать. Он отбил себе грудную клетку. И надо помочь ему с дыханием. Я советую взять ее за ноги и согнув колени к груди и разогнув, помочь ему сделать выдох и вдох. Потому что обычно спазм мешает выдоху. Ребенок откроет глаза, заплачет, это уже реакция хорошая. Везти в больницу, не везти в больницу, можете просто ладонью пощупать его спину, ребра, если они не сломаны, гематомы нет, значит это просто ушиб и испуг. На всякий случай холодным компрессом погладьте ему спину в области позвоночника, несколько секунд разотрите эту спину, чтобы не было синяков. И ребенок снова вернется к обычной двигательной активности. Ребенок упал на спину и ударился затылком. Это уже травма черепно-мозговая. Как минимум сотрясение мозга. И ребенок может потерять сознание. Но при этом ничего не сломал. Что делать? Первое. Холодный ледяной компресс на область затылка. В таком случае сразу восстанавливается мозговое кровообращение, уходит отек и ребенок начинает спокойно дышать. При этом потихонечку делайте движения руками и ногами, чтобы он дышал. Ну и как только будет возможность, обратитесь в больницу на предмет рентгеновского снимка свода черепа, не дай бог, нет ли там каких-нибудь повреждений. Если нет повреждений, то в последующие несколько дней ребенок не должен бегать, прыгать. Он должен пить холодный компресс на затылок. И потихонечку он вернется к своей жизни. Не надо из этого делать трагедию, если все цело. Мы все падали в детстве. Ребенок упал на спину с качелей или с черепахи. У меня был такой случай лично, когда ребенок после дождя пошел на детскую площадку. Там была черепаха. Он всегда, девочка, лазила по ней. А тут не учла, что прутья эти, мокрые, ее у нее соскользнули руки на самой большой высоте. К счастью, я смотрел в окно на нее. Она упала на спину плашмя, раскинул руки и не дышит. Это была страшная вещь. Я мгновенно спустился, повернул ее на живот, разгладил ее позвоночник вдоль, вверх и вниз. Она задышала. Я отвел ее домой. Холодный компресс. И ребенок через какое-то время пришел в себя. Хотя, конечно, какие-то физические или даже психологические проблемы у ребенка были. Но я не пошел в больницу, потому что знал, что ребра целы. И пусть лучше ребенок лежит дома под моим контролем, чем в больнице под уколами. Эти состояния не требуют внутривенных и внутримышечных уколов. Холодный компресс. И покой какое-то время. Болит спина от сидячей работы? Запишись в ближайший центр доктора Бубновского по телефону 8 800 7700 999. На сайте bubnovski.org или по ссылке в описании. Гораздо сложнее, когда ребенок упал с перекладины на спину. И ушиб очень серьезный может быть. И часто родители сразу обращаются в травмпункт. И там рентгенологи и травматологи ставят диагноз компрессионный перелом. Я очень часто видел эти случаи. И глядя на рентгеновский снимок, никаких компрессионных переломов я не видел. Просто очень сильно ушиб. Мешающий дышать, мешающий делать какие-то движения. Но ушиб. Ушиб это так же как синяк под глазом, надо приложить холод. Но ребенка кладут в постель. Он 2-3 недели лежит. У него атрофируются мышцы спины. Он растет, ему не дают бегать, прыгать. И возникает травма психологическая уже на всю жизнь. То есть ребенок вспоминает, что я когда-то упал. Я повторяю, если упал с турника, не сломал себе руки, ноги, ребра. То по сути, просто постельный режим с холодным компрессом на спину, холодный компресс на затылок помогут восстановить кровоток. И ребенок сам начнет потихонечку оживать. Есть, нет переломов. Если вам поставили рентгенологи, травматологи диагноз компрессионный перелом, которого нет. Потому что у ребенка кости еще как пластилин, как глина. Они могут сокращаться, расслабляться, потому что еще нет костной структуры, хрящи. И сломать очень тяжело позвоночник. Но вот этот гипердиагноз, компрессионный перелом позвоночника буквально завораживает родителей. Они начинают ребенка избавлять от любых двигательных активностей и выращивают из него инвалидов. Обратитесь в центр Бубновского после травмы. Мы поможем разобраться с каждым случаем индивидуально. Потому что все случаи индивидуальны. Обратитесь обязательно в травмпункт, чтобы не было никаких скрытых переломов, скрытых гематомов, скрытых повреждений сосудов. И когда вы увидите, что тело ребенка целое, можно потихонечку возвращаться к активной жизни. Не паникуйте, это главное. Подписывайтесь на официальный канал Бубновский в YouTube, а также на аккаунты Сергея Бубновского в социальных сетях. Продолжение следует...